Извините, что я вот такую апокалипсис нарисовал, но это надо знать. Я вот сейчас сделаю сенсационное заявление, это только на вашем канале, эксклюзив. Двадцать четвертый год будет... Друзья, всем здравствуйте, вы смотрите канал Политека. Как всегда, благодарим вас за ваше внимание и за ваше доверие и поддержку. Не забудьте это видео также поддержать вашим лайком, подписка на наш канал и пишите ваши вопросы или комментарии. Сегодня с нами на связи Олег Стариков, Олег Иванович, моё приветствую, рад видеть. Здравствуйте. Друзья, сразу приглашаю вас на канал Олега Ивановича и много полезной информации и военную аналитику. Олег Иванович проводит как и сам вместе с своими гостями, обязательно посетите. Все ссылки найдете в описании к этому видео и поддержите его работу. Олег Иванович, вы знаете, мы с вами так вне эфира пока готовились, общались. И я думаю, что начну я с такого довольно страшного заявления и хочу, чтобы вы в целом прокомментировали его. Угроза проигрыша Украины реальна. Об этом сказал на брифинге представитель Министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер. В ответ на вопрос журналиста, проиграет ли Украина, если не получит больше оружия. Говорит, я не хочу предсказывать результаты на поле боя. Очевидно, что Украина имеет право голоса, когда речь идет о боевых действиях на поле боя, но очевидно, что угроза реальна, ответил Райдер. Он напомнил, что Россия демонстрирует намерение оккупировать Украину. И говорит, это серьезная угроза безопасности, которая не исчезнет. Следовательно, чем быстрее мы сможем продолжить оказывать имеющийся уровень поддержки, тем лучше не только для Украины, но и для международного сообщества. Мы понимаем, что вторая часть, она более важна, о том, что он посылает некий сигнал, что вот видите, угроза она реальна, и давайте поддержим еще Украину, ее противостояние с Российской Федерацией. Но все-таки первая часть, мне кажется, она не так часто ранее звучала, что сейчас вот такие допуски проигрыша Украины начинают звучать чаще. Как в целом воспринимать, по вашему мнению, вот такое заявление, которое довольно угрожающее звучит? Война – это продолжение политики, только другими средствами. Первый тезис. Сказал не я, сказал совершенно другой человек, военный стратег. Так вот, война больше всего понятие политическое, чем военное. И все решается, результаты войны решаются не сколько на поле боя, сколько в дипломатической и других сферах. На поле боя решается только именно будущую границу. Так вот, что сказал представитель, он военный. Вы же сказали, он военный, да? Это кадровый военный. Кадровый военный имеет совершенно другое мировоззрение, чем люди гражданские. У нас есть белое, черное, ну иногда у генералов серое. 50 оттенков серого у нас нет. Поэтому он рассуждает как с военной точки зрения. А с военной точки зрения есть, помните, я всегда говорю, политическая целесообразность и военная необходимость. Вот сейчас я говорю, он первый у него, первый тезис его заявления был, военная необходимость, а там политическая целесообразность. Что реально произошло? Мы проиграли войне? Нет, мы выиграли. Мы сохранили суверенитет и территориальную целостность. Ну, за отдельными исключениями. Так или нет? Так. Значит, за время, когда Россия на нас напала в 22-м году, в феврале, мы сколько территории потеряли дополнительно? Малый процент. Малый процент. Совершенно малый процент. Это я говорю. Россия не выиграла войне, а мы не проиграли. Мы даже выиграли, потому что, еще раз повторяю, сухаренитет и территориальную целостность. Значит, мы поддержали победу. Второе. Теперь ситуация разворачивается не сколько в решении задач, которые поставил Путин, а в решении задач, где будет проходить граница. Так вот, высшее политическое руководство говорит, 91-й год. 91-й год, да? 91-й год – выполнимая задача. Это пусть политики определяют. А военные, когда им поставили задачу, они говорят, нам необходимо для выполнения задач столько-то миллиардов долларов в финансировании, да? 300 или 500 миллиардов, да? Ну, цифры называли, военные. 500 тысяч мобилизации, вооружения и тому подобное. Это военные посчитали, сколько необходимо в выполнении задач. А если задача будет поставлена на уровне 2014 года, 15-го, да? 15-го, минус 1-го, да? 15-го года. Это уже другая задача. Она там, в принципе, несколько квадратных километров. А если на уровне февраля 2022 года, другой ресурс необходим будет. Вы же понимаете, о чем я говорю? Вот, да, это военные так рассуждают. А политики уже на это нагромождают. Значит, есть базис и есть настройки. Я говорю про базис. А настройка – это каждый политик использует для своей политической деятельности. Поэтому, само по себе, нынешняя ситуация, фронт, война перешла в позиционность. Она еще перешла в 23-м году, когда мы начали наступление. Но наступление, в принципе, на войне бывает и поражение, и победа, и неудача. Это ж война, это некоторые факторы не учли. То есть, ничего особо, мы определенную территорию освободили. Сейчас противник пытается эту территорию, я говорю, Ореховское направление, пытается нас выбить до наступления. То есть, стороны используют свои задачи в войне. Поэтому ситуация такая. То есть, что будет, если нам не будут предоставлены боеприпасы? Да ничего не будет. Почему? Рассказываю. Я вот объясняю, опять же, с военной точки зрения. Фронт позиционный. Фронт пришел в позиционный тупик. Для того, чтобы прорвать позиционный фронт, необходимо, согласно военной науке, военному искусству, очень много факторов. Кому интересно, смотрите у меня передачи, то есть у меня на канале, где мы, Вадим Юрьевичем Карасевым, на Стариковских средах. Вот это все рассматриваем. Потому что я сейчас начну рассказывать, и мы уйдем в дебри. Но это сейчас не цель передачи, это совершенно другая. Поэтому суть такая, что у противника в настоящее время нет ресурсов для того, чтобы обрушить фронт. Но, но, это я говорю сейчас в это время, вот на 26 число, понимаете, на это время. А неизвестно, что будет после первого квартала. А что будет после первого квартала? Сейчас средний возраст военнослужащих, ВСУ, 43 года, да? Это данные не мои, это... А что будет дальше, когда пойдет вот такая рода выполнение мобилизации, неумной мобилизации? Ну, 45, 50. А 50-летние, это, в принципе, все, во-первых, мотивация, когда забрали насильно, во-первых, болезни и тому подобное. Это совершенно уже другие люди, и не будут именно выполнять эти задачи, именно с той усердием, которую выполняют 20-летние. А противник это знает. Так вот, что он использует? Он сейчас использует, так называемый, ударил там, на Купинске, не получилось. Ударил на Крахмальном, получилось, закрепились. Ударил на Авдеевку сверху, там, Красногоровка, не получилось, Бердичи, не получилось. Хорошо, ударим по промзоне, получилось. Вы же понимаете, там удары, где мы пропускаем, там он и идет. Но, опять же говорю, сейчас все стабильно. Но непонятно, что будет после первого квартала, после второго квартала. И третье, самое важное. Вы, 24-й год, я вот сейчас сделаю сенсационное заявление, это только на вашем канале, эксклюзив. 24-й год будет в год войны дронов. Имейте в виду. А что такое война дронов? Война дронов, это означает, что мы, мы сейчас миллион дронов строим, да, каждому дадут конструктор, чтобы дома он собирал этот дрон и приносил. А он, конечно, в 90% кто дома будет собирать, они не будут работать, да. Поэтому, это такой, выдумщики наши эти, сценаристы. Сценаристы выдумщики, придумывают такие. Айтишники, сценаристы. Так вот, в итоге война, если мы переходим на дроны, то это не для нападения, а для защиты. То есть, 24-й год, это будет полиционная война и защита территории, то есть, чтобы противник дальше не прошел. Вот это стратегия, как противника, чем сказал, так стратегия наша. Но, это я сказал военность, а теперь я политическую составляющую, я думаю, скажу, потому что, чтобы, потом будем дальше развивать. Что сейчас делает Путин? Путин неоднократно заявляет, что он готов вести, то есть, подает сигналы, что он ведь готов вести соответствующие переговоры, да. Вот это же идет, средства массовой информации, правильно же? Это все есть. Для чего он это все делает? Это он делает не для того, чтобы, у него якобы, как комментируют, у него сил нету, у них промышленность, скоро Россия развалится и тому подобное. Мне вот больше всего нравится, что кричат Россия развалится, и мы ее займем. Может быть, мы на своей территории порядок наведем? Вот давайте мы на своей территории доведем, а потом еще. Что с той территорией делать будет? Если на своем, в Киеве, в Министерстве обороны порядок не можем навести. В одном Министерстве обороны. А тут говорит, что про Украину или еще территорию, которую бывшая Россия. Но это глупость, которую я даже не хочу и дальше рассуждать. Поэтому, он об этом говорит, это политическое заявление. Это связанное, чтобы остановить, именно зафиксировать ситуацию, которая есть на линии боевого соприкосновения. Если дальше пойдет именно в том направлении, которое, опять же, с западом Путин не договорится, конкретно я с Вашингтоном имею в виду, с Вашингтоном не договорится, то тогда уже они приведут, то есть, те решения, которые были утверждены на расширенной коллегии Минобороны Российской Федерации в 19 декабря 2023 года, и тогда они уже пойдут в более широкомасштабное наступление. Так называемый, если брать по военной науке или по военной истории Первой мировой войны, так называемый Брусиловский прорыв. Они на каждом направлении сосредоточили от 50 до 70 тысяч, ну, без брать 7 направлений, на каждом направлении сотрудничали оперативную группировку. И вот 50-70 тысяч, это уже достаточно для того, чтобы прорывать фурон. А с учетом того, что у нас идет, помните, по возрасту, говорил по количеству боеприпасов, у нас все хуже и хуже, то уже будет определенный шанс. А если еще ударить 2-3 направления, когда невозможно будет подбросить оперативные и стратегические резервы, будет большая вероятность, что это произойдет. А если на тактическом театре прорыв выйдет на оперативный простор, то тогда в позиционной войне фронт обрушится. Извините, что я вот такую апокалиптис нарисовал, но это надо знать, нынешняя власть, она должна об этом знать, что реально будет, если не выполнять требования, которые заложены в законах войны. Большому сожалению, не западные власти, так называемый стратегический запад, не наш партнер, не наши власти, они думают, что законы войны не выполняются. Выполняются их нехотелки. Кстати, для Запада это стало откровением, что законы войны действуют. Доклад закончен. Спасибо, Олег Иванович. Я, с вашего позволения, вы вспоминали об Ореховском направлении, и я хочу все-таки спросить о той информации, которая появлялась об Авдеевском направлении. Поскольку россияне залезли к нам в тыл по трубам, русские смогли проплыть и пропилить проходы в старой подземной трубе и зайти в тыл к нашим бойцам неподалеку курортного комплекса «Царская охота» на юге Авдеевки. Удалось это с третьей попытки. До этого враг столкнулся с проблемами недостаточного количества воздуха и подтопления трубы. Группа из 150 оккупантов преодолела 2 километра и вылезла за спинами ВСУ, в результате чего позиции были потеряны. На днях также Институт изучения войны написал о продвижении российских войск по улицам Авдеевки. Что в целом, по вашему мнению, по вашему анализу, там происходит сейчас? Я так понимаю, продолжаются уличные бои. Есть ли там возможность для отступления украинских сил и успеют ли они отойти, если вдруг ситуация действительно станет критической? Ну, во-первых, опять же, мы сейчас рассматриваем больше с военной точки зрения, а есть с политической точки зрения. С политической точки зрения ни шагу назад. Все, задача, то есть уже задача стоит. Но есть военная, то есть это политическая целесобранность, есть военная необходимость. Так вот, вы привели пример. Это же не первый пример. Был еще, когда они прорвали промку, так же само на Авдеевское направление, они тоже 150 метров подкоп сделали. То есть сделали подкоп и вышли к нам в тыл. Это так же самое. Это первый был этап, а это второй. Это о чем говорит? О том, что противник креативный, противник циничный, противник опытный, противник научился воевать. Вы не заметили, что-то у нас в нашем информпространстве пропало слово. Русня побежит. Вот помните было вот это? Русня побежит. И я вам на вашем канале говорю, прекратите нести эту хрень всякую. Вы таким способом дискредитируете наших солдат, вооруженных сил Украины. В итоге Русня, по мнению пропагандонов, которые научились воевать. И что сделали? Они же не только заходят, они же еще убивают. Это же заход, это первое, убили наших военнослужащих. И второе, сколько взяли в плен. И в-третьих, те, кто в плен, и эти, кого не окружают. А те, кто видели это, они отошли, отошли я мягко говорю, да? Ну, будем считать, что отошли организованно. Но с учетом того, что солдат, сам солдат вооруженных сил всех стран мира, его учат воевать вперед, ну, когда на тебя наступает, это первое. Потом сверху, то есть одна пространство, поверхность. Потом сверху. Ну, с боков, если, например, обходит, с флангов. Но остыло, это уже проблема, потому что в позиционном войне, это же говорю, это обрушение фронта. Так вот тут еще оказывалось под землей. Это то же самое, с чем столкнулся Цахал. На них нападают из-под земелья. Они же из-под земелья нападают. Это тоже, это вооруженные силы не могут так воевать. Для них это проблема. Это спецназ воюет во всех сферах. В четырехмерных пространствах. А вооруженные силы, они, поэты, пехотинцы, обыкновенно воюют только вперед. Поэтому противник, опять же, ищет возможности, продвигается, ресурсы у них есть. Значит, действительно, Царское село, Царское село, да? Или охота? Охота. Я что-то его все время называю Царским селом. Честно, я уже во второй передаче. Говорит, Царское село в другом месте. Царская охота. Это тот, там еще рядом Зенит расположен. Они же еще на Зенит пытаются. Зенит, это ЗРК расположенный. Там тоже нашу крепорайонку. И потом они сейчас вышли на старую, так называемую, Старую Авдеевку. А Старая Авдеевка уже зашли в город. То есть, после того, как они взяли Царскую охоту, я опять же заявил, что война, битва за Авдеевку началась. Это идет уже битва за Авдеевку. Да, действительно, наши провели контратаку. Чуть-чуть их отодвинули. Там улица, я забыл, как улица. Там Степовая, кажется. Еще там улица такие. Суть не в том. Они уже дошли впереди, уже начали обходить именно Старую Авдеевку уже с фланга, с левой стороны. Наших отогнали чуть-чуть, но они все равно там закреплены. Сейчас они ударяют, уже идут, если брать, на север пошли. А это о чем говорит? Это говорит о том, что война в городе, это совершенно другое. А что они делают сейчас? Они с помощью ФАБов, ну или ФАБов 250, 500. Они все уничтожают, все дома. Для чего? А раз дом уничтожен, там невозможно сделать огневой пункт. И таким способом будут уничтожать и дальше проходить. Поэтому битва за Авдеевку начала. Следующий вопрос. Я планирую, то есть я планирую, планирую, когда я планирую, это я как оператор сказал. Нет. Я прогнозирую о том, что противник, по всей видимости, в ближайшее время ударит как с севера, так и с юга. Ну, со стороны Водяного, это с юга. Со стороны Степового севера или в Бердичи там обойдет, или пойдет на Химпром, на этот, Авдеевский Коксахим. Для чего? Для того, чтобы сжимать. Вот уже начать сжимать наш Авдеевский гарнизон. Там осталось-то 8 километров, и уже дорога, по которой ведется снабжение, уже и так находится под огневым контролем. А что такое называется огневой контроль? Значит, еще раз привожу пример, что у нас ведь некоторые думают, что солдат это робокоп, да? Солдат это человек. Солдат каждый день во время боевых действий минимум пьет 3 литра воды, и кушает 3 килограмма еды. Вот посчитайте, сколько рота, 100 человек, в день ей надо воды, и сколько ей надо еды, сколько машин это надо привезти. Не говоря уже о боекомплекте и того подобного. Следующее. А помыться? Вообще-то надо, а пописать, а покакать? Вы же понимаете, что это думают, это все. Это не, а то это не роботы. Вот кому-то кто такой умный, попробуй дня два не пописать, не покакать, не помыться, не белье поменять. И, кстати, не поспать двое-трое суток. И быть, вы постоянно в напряжении. И посмотрим, как он будет себя вести. Это я вот этим всяким деятелям, которые рассказывают, что... Ну, ладно, это отдельная история. Поэтому сейчас ситуация там контролируемая, но тяжелая. Я, насколько понимаю, командование все это знает и предпринимает меры, если, не дай бог, на войне все бывает, если найдут очередную трубу и пролезут, обратно что-то захватят, будут уже написаны соответствующие планы о том, чтобы для того, чтобы не взяли в клещи, не взяли в окружение и не был котел, я думаю, меры уже предпринимаются и планы такие написаны. Усокомандование всегда наперед такие планы пишет. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время все это прогнозировано, все это просчитано и командирам отданы соответствующие команды. Но если теперь брать по военной необходимости, то я бы вот этот участок фронта, вот этот выступ, он реально уже никакой роли для не играет. Я бы, если была бы моя воля, я бы принял решение, я бы участок фронта там бы выровнял и отвел бы уже на подготовленный за Авдеевкой укрепрайон. Насколько я понимаю, карты уже появились в СМИ о том, что уже возле Авдеевки начали строить или уже построили укрепрайон. Поэтому, по всей видимости, я бы уже так и сделал. Ну, посмотрим, что командование там на месте виднее. Но все равно в итоге придется фронт выравнивать и в итоге придется отводить войска. И последнее. Это не зрада, это не отступление. Во время войны километры туда, позиционной войны туда, это не имеет никакого значения. Самое главное, чтобы не было обрушений. Первое. И второе. Значит, это приведет к чему? Это приведет к тому, что мы сосредоточим больше личного состава на линии фронта. Сейчас он у нас растянутый. Фронт растянутый. Согласно боевых уставов, например, бригада имеет, ну, раньше было там 50 километров, сейчас, может быть, поменялось. Вот бригада имеет линию обороны. Четыре батальона, то есть 12 километров, 12 километров, 12,5, это задержит отдельный батальон. Три роты. Вот посчитайте. Рота, на роту три километра. Три взвода. Сколько на взвод? Километров. Это счастно. например. А если сейчас растянутый, значит, личного состава не хватает, поэтому больше. А раз взвод, километр, в взводе сколько человек? 30, если полный штат. А так реально меньше. То есть получается, этот километр на взвод, 30, 300 метров, получается 30 метров на один солдат, это у него уровень обстрела. А так как, когда оно выровняется, линия фронта, тогда будет уже не 30 метров, а 10 метров. Вы же понимаете, это даже лучше для обороны. Я же не знаю, про дроны говорю. А с учетом насыщенности дронов и создания подразделений по аэроразведке, по ударным дронам, вообще линию соприкосновения может солдат, и вообще там не держать, там взвод может держать километры, может как батальон может держать, чтобы противник не наступал. Но это уже новое в тактике ведение войны, новое в тактике. Но я так понимаю, деньштабы уже пишут, вносят изменения, но у нас еще в наших эфирах об этом никто не говорит. А как вам эта математика войны от Рустема Умерова, когда он сказал, что россияне жертвуют в среднем 400 солдат в обмен на 1 квадратный километр земли? А вот ему какая разница? Понимаете, меня бесит вот этот дебилизм. Вот первое. Если бы это приводило к освобождению наших территорий, это можно было говорить. Мы территорию теряем или нет? Может быть Умеров занялся бы своей основной работой? А Снайваров работа это обеспечение вооруженных сил всем необходимым. Снарядами, боекомплектами и то подобное. Это его основная работа. А он этим не занимается. Он считает, там коррупцией какой-то борется. Коррупция идет сверху от него. А для того, чтобы побороться коррупцией в Минобороны, знаете, что необходимо? Все очень просто. Есть 5 управлений, 5 департаментов, которые имеют функции. В Министерстве обороны есть 5 самых жирных департаментов, внутри которых крутятся все основные миллиарды гривен. Даже миллиарды долларов. Так вот, эти директора департамента обладают той же властью, что и министр обороны. Господин Умеров, вы что, не знали, что у вас директора департаментов уровень, как и вы, то же самое? Может быть, он этим? Он бы начал пересматривать положения про Минобороны? А не мести херню всякую. При этом, Олег Иванович, мне кажется, эта тенденция, она ведь не только начата Срезникова или Умерова. И вы знаете, мне недавно информация довольно интересная попалась. В 2015 году, несмотря на войну на Востоке, Украина утилизировала более тысячи единиц ПЗРК, 15 тысяч тонн боеприпасов и 400 тысяч единиц легкого вооружения со стрелковым оружием. LBUA со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины. Так что же выходит, что мы своими руками разрушили нашу обороноспособность? Да нет, это просто есть планы по утилизации. Дело в том, что сейчас какая проблема есть как у нас, как у противника. Я у нас, пусть эта задача опять же умерла, можно ему подсказать, потому что мне он уже надоел. Я бесплатно уже не хочу ему подсказывать за его... Пусть деньги платят, я буду подсказывать. уже надоел. Своей... Уже лозунг мы имеем право на ошибку уже не работает. Уже страна подошла совершенно в другой ситуации. С учетом того, что война стала такой, 700 дней, больше 700 дней, да, и противник, у противника сейчас есть определенные трудности. Такие же трудности у нас. Ну, я говорю больше сейчас про противника. Что это означает? У них, в связи с тем, что свои боеприпасы, которые хранились, они начали уже заканчиваться, и они, естественно, начали, развернули свой военно-премышленный комплекс и закупают определенное количество уки КНДР. Да? Закупают. Но что сейчас происходит? Качество этих боеприпасов, соответственно, чем много их больше выпускают, тем они стандарты к ним, качество хуже и хуже. Значит, очень большой процент не взрывается, не взрывается. Второе, есть определенный процент, что стволы разрывают, ствол разрывает. Третье, с учетом того, что он сам некачественный, он выводит из строя ствол. Стволы сами по себе это самое ценное, самое ценное, что только есть в сухопутных войсках. Это на уровне ракет. Даже еще к цене. Поэтому, само по себе, они что сейчас делают? Они уже заменили берегут артиллерийские стволы. Помните, они наши не очень умные смеялись о том, что они танки. Т-55, Т-62, снимают с... Да, а наши, вот у них танков нет. Они таким способом берегут артиллерийские, они пригоняют их, ставят на защищенные позиции и используют их в качестве артиллерии. Вот они как. А берегут именно стволы для той артиллерии, которая есть. Ясно? Вот они для чего это делают. И второе, опять же, сейчас, в связи с тем, что вот это пошли такие боеприпасы, то в итоге начали использовать, вот с фронта приходят данные, что-то ФАБы начали лететь большое количество. Слышали, что такое ФАБы? Ясно, да. А тут можно и самолет потерять. А все равно штурмовую авиацию используют. Почему? Потому что таким способом, опять же, берегут артиллерийские слова. Понятно? Да у нас некоторые горячие головы рассказывают, что дронами можно заменить артиллерию. Это, опять же, горячие головы, которые не очень понимают в военном искусстве. У нас дело в том, что дронами можно действительно заменить гранатометы, минометы. Но то, что на близком театре, близко, это где-то 10 километров. А артиллерию саму по себе ты не заменишь. Потому что артиллерия как была богом войны, так и останется. Потому что огневой штурм, огневой вал, ну все, что связано с артиллерийской подготовкой. Для чего? Для того, чтобы для наступления. Это используется артиллерия для подготовки к наступлению. А дроны это для обороны. Еще раз говорю, оборона. И чем больше наше руководство будет говорить, что они будут больше выпускать дронов, тем это больше говорит о том, что мы готовимся к обороне. Олег Иванович, а можно ли по вашему мнению, ну не заменить, а я бы сказал, дополнить украинскую ПВО РЭБом? Поскольку недавно была информация, BBC об этом сообщала, украинская РЭБ помогла отразить ракетную ракетную атаку. Россияне при последнем массированном ударе выпустили 41 ракету, из них около 20 не достигли своих целей в результате работы украинской РЭБ. Впервые Украина заявила о таком удачном способе противодействия ракетам не средствами ПВО, а именно РЭБ. Западные аналитики говорят о переломном моменте в вопросе защиты неба Украины, и эксперты предполагают, что это речь идет о секретной системе Покрова. Ну, если уже речь идет, не настолько она секретная, конечно, но в целом возникает вопрос, насколько это может стать или же в помощь, или возможно даже как некая альтернатива противовоздушной обороны. Нет, ну, есть такое понятие, как система РЭБ это стратегическое, стратегическое, оперативное, тактическое назначение. Тактическое назначение это, я говорю, по изменению поля боя, по общевойскому бою, это отдельная тема, можно целый час я об этом могу рассказывать, но сейчас отвечаю на ваш вопрос. Это больше касается стратегической составляющей. Но есть одно но. Сами по себе ракеты, являются крылатые ракеты, которые идут по крылатой ракетой, потом ракеты идут по аэробаллистической территории и по баллистической траектории. Это не так направляется. Но самое главное другое, какая у них система управления. РЭБ может быть использовано против ракет, типа таких, которые управляются с помощью GPS или ГЛОНАСС. У России ГЛОНАСС, а у ЗАП у нас GPS, а у нас еще Старлинг. Кстати, для России самое страшное оружие, которое не знает, как противодействует, это Старлинг, чтобы понимать, маска. Все остальное они найдут, противодействуют, а Старлинг нет. Поэтому количество, которое висит спутников, а сбивать такое количество просто нет ресурсов. Когда пойдут уже космические войны, это отдельные истории. Космические войны не кино, космические войны, а космические войны настоящие, которые ведутся. и так на орбитах находятся спутники инспекторы, так называемые. Ну, это спутники убийцы. Но это, опять же, отдельная тема, я могу долго об этом рассказать. Так вот, отвечая на ваш вопрос, смотря, какая ракета идет, если у нее система управления инерционная, то никакой ГРЭП на нее не воздействует. Инерционная система управления, это основано на гироскопах. Знаете, такой гироскоп? Такой ЮЛА такая, ЮЛА. ЮЛА это гироскопическая гиростабилизированная платформа. Вот это, если на этих ракетах настроят, то есть есть система, ничего ты с ней не сделаешь. Это, кстати, баллистические ракеты, все баллистические ракеты на этом исполнены. И второе, это межконтентальные баллистические ракеты, то же самое, там система управления. Я инженер по системе управления летательный аппарат, я диплом по этому писал, поэтому защитил, на отлично защитил. Так вот, на 23-й кафедре Харковского военного училища именно маршала Крылова еще, Харьков, 7779. Так вот, ситуация такая, на некоторые можно, если так, которые идет по системе ГЛОНА, но я хотел бы у России самой по себе не у них, они что делают, они научились противодействовать нашим Хаймерсам, вот они научились противодействовать, потом вот снарядом, вот вылетело именно из головы, снаряды тоже такой высокоточный, потому что высокоточное оружие американцев, именно, которое им дает, оно все основано на GPS, а у противника малое количество на этом, а с другой стороны, это комплекс, он может в единственном экземпляре, их не много, они очень дорогие, а у России там есть, я даже так это, крапива, там у них еще что-то такое есть, там именно стратегически они иногда наносят удары, мы сейчас говорим о войне в электромагнитной сфере, то есть есть война в киберпространстве, в космосе, в электромагнитной сфере, война на поверхности, в воздухе и на море, вот это все, это одно, один из вид войн, если мы действительно построим очень, это, их знаете, сколько таких комплектов надо, если они действительно есть, и десятками не обойдешь, их больше надо, потому что само по себе купол, который вот держит, это, он как система ПО, примерно тот же самый, и второе, он требует очень большой источник питания, а где-то, конечно, если где-то подключено, он к постоянному источнику питания, а если не постоянный, имеется в виду, связанный с мобильностью, то он одноразовый, это, это большая проблема, сейчас, обязательно надо сказать, сейчас уже начали говорить о том, что война будет роботов, вот уже переходят в дроны, война дронов, само по себе это новое, и противодействия дронов пока нет, почему, потому что дроны воюют, так называемым, в малом воздухе, есть большой воздух, самолеты, ПВО, а в малом воздухе не было такого, ну нету, и сейчас вот просто, опять же, противник производит средство РЭП, уже доходит до того, что на каждый танк уже ставят, и уже у каждого солдата будет система РЭП, так вот, само по себе балом воздухе, сейчас, опять же, кто первый победит, во-первых, и в системе нападения, и в системе защиты, тот будет, у того будет самое, боеготовая армия в мире, а реально получается, что у нас и у противника две самых сильных армии в мире в настоящее время, у американцев армия сильная, но она боевые действия в такой континентальной войне не вела, поэтому мы одна армия, одна из сильных армии в мире, на первом или на втором месте. Да, видите, как недавно министр обороны в Британии, он сказал, что Британия должна обучить гражданскую армию, чтобы подготовиться к возможной сухопутной войне, но это напоминает как некое такое ТРО Лондон. Я хочу, дело в том, что сухопутная война, Британия является островным государством, и у Британии само по себе она сухопутные войска в последние войны вела во время Второй мировой войны. Это сухопутные составляющие. А после этого она сухопутную убрала и поставила все силы на воздух и на море. Для того, чтобы обратно возродить сухопутную составляющую, необходимо не год, не два, не три, а десятилетия. Еще раз говорю, десятилетия. У них танков нет, у них танк, вот эти челленджи, сейчас челленджи три, а вот челленджи что-то, вы же где-то видели, чтобы он использовал. Это огромная махина, которая на нынешнем поле боя видно издалека, ее в любой момент можно увидеть и поразить. Теми дронами, о которых я говорил. Поэтому в Европе, в Европе из сухопутной составляющей только мы, только мы, имеется в виду страны НАТО, братья нас, у нас самая сильная армия. Турки, да, но турки именно такие виды войны, они больше против террористов воевают, а в континентальной войне они не воевали. А у всех остальных, у Франции, знаете, у Франции сколько САО Цезарь на вооружении? 72, 72, 72, у нас в одной бригаде 72, а знаете, сколько бригад, я не буду говорить, а у них 72, они нам говорят, они нам говорят, 78 нам вам поставим, а промышленность выпускает 20 или 30 в год, а тем более контракты есть, и когда они нам поставят это все, да, вот эти все разговоры, разговоры разговаривали. друзья, поэтому запомните эту ключевую фразу только мы. И желаю, чтобы в вашей жизни вы действительно были во всех сферах первыми, ну и Олегу Ивановичу также желаю, чтобы еще большее количество подписчиков росло на его канале, друзья, и также вас призываю посетите, подпишитесь, поддержите его работу, не забудьте, ссылочку найдете в описании к этому видео, или напишите Олег Старика в Ютубе, найдите и также подписывайтесь, будьте вместе с нами. Друзья, не забудьте также поддержать канал Политека, вашей подпиской, лайк этому видео и пишите ваши вопросы или комментарии в следующей неделе, в следующей программе мы обязательно эти вопросы поднимем и разберем. Олег Иванович, вам доброго здоровья, до новых встреч на нашем канале. До свидания, приглашайте. Редактор субтитров А.Семкин